Приветствую вас, друзья! Предлагаю вам поговорить о проблемах в слабых местах и достоинствах Citroen C4 второго поколения. Давайте разбираться, как избежать больших затрат на эксплуатацию и на что смотреть при покупке. Начнём мы, как всегда, с двигателей. Атмосферные бензиновые моторы с обозначением VTI и турбомоторы THP созданы в период сотрудничества Peugeot с BMW Group. Ни VTI, ни THP не лишены недостатков. В самом начале возникали утечки масла из электромагнитного клапана масляного насоса. Кроме того, нередко компьютер сообщал об ошибках в работе системы очистки выхлопных газов. Не отличались надёжностью и катушки зажигания. Стоит упомянуть и сбои в работе фазорегулятора. Срок службы фазорегулятора зависит от качества масла и сроков его замены. VTI и 6 THP чаще всего вызывает беспокойство натяжитель цепи ГРМ. Это касается прежде всего ранних экземпляров машин. Чем младше C4, тем меньше вероятность проблемы. Недуг затрагивает и 1,6 VTI. Ещё одно уязвимое место – насос системы охлаждения. Двигатели VTI не имеют турбонаддува и непосредственного впрыска топлива. Поэтому они менее восприимчивы к качеству топлива и не несут риска растрескивания поршней. Что иногда случалось в моторах THP. Владельцы машин с VTI порой сталкиваются с различными аномалиями или сложным запуском в холодное время года. Причин несколько. В их числе – датчики положения распределительных валов. Они расположены в пластиковой крышке двигателя. А так как мотор работает при сравнительной высокой рабочей температуре, то крышка со временем деформируется. Это приводит к изменению положения датчиков, которые начинают выдавать ложные сведения. Недуг свойственен автомобилям, эксплуатируемым в городе, где чаще всего достигается высокая температура. Несмотря на многочисленные улучшения, моторы VTI и THP по-прежнему достаточно рискованный выбор. По свидетельству владельцев C4 с двигателем 1,6 VTI и THP, при спокойном вождении в городе потребляет примерно одинаковое количество топлива – около 9 литров на сотню. Более частое нажатие на педаль газа в случае с турбо-версией приводит к ощутимому росту расхода топлива. В 2013 году под капотом появился турбированный 1,2 ETHP с тремя цилиндрами, называемый как PureTech. Это модификация – версия старых атмосферников 1,0 и 1,2 литра, оснащенная непосредственным впрыском топлива. В C4 второго поколения предлагалась только версия с турбонаддувом, отмеченная индексом EB. С предыдущей серией EB мотор не имеет ничего общего. В дополнение к трем цилиндрам он оснащен зубчатым ремнем ГРМ, работающим в масляной ванне, как и в двигателе Ford 1,0 EcoBoost. Однако в отличие от него 1,2 литра используют балансировочный вал, связанный с коленчатым валом с помощью зубчатых колес. Сначала была введена версия с отдачей 130 л.с., а в следующем году она была дополнена более скромной 110-сильной версией. Обе модификации используют один и тот же турбокомпрессор, а разная мощность обусловлена отличиями в настройках электроники. До недавнего времени 1,2 литра считался сравнительно надежным. В том числе благодаря тому, что производитель не совершил прежней ошибки, как в случае с THP. В ETHP с самого начала устанавливали кованые поршни. Они гораздо лучше переносят нагрузки и менее склонны к накоплению нагара. Однако в последнее время с увеличением пробега стали появляться повторяющиеся проблемы. Например, после 80 тысяч километров обнаруживаются утечки из подголовки блока. Затраты на устранение довольно высокие. Производитель рекомендует менять ремень ГРМ через 180 тысяч километров или 120 месяцев. Как ни странно, масло используется простое – 0W30. Вскоре выяснилось, что продукты из носа ремня ГРМ, работающего в масляной бане, закупоривают масляный насос. Чистка – процедура утомительная и недешевая, потому что приходится разбирать весь мотор и несколько раз менять масло. В Европе довольно популярна и дизельная версия Citroën C4 с 1.6 HDI. От более ранних конструкций с тем же названием мотор отличается наличием 8-клапанной головки блока и фильтром твердых частиц. Главное преимущество – очень низкий расход топлива. Конечно, он не настолько мал, как обещал производитель, но при соблюдении правил можно уложиться в 5 литров на 100 километров пробега. Все дизельные моторы имеют привод ГРМ ременного типа. Производитель предписывает его замену после 240 тысяч километров или 10 лет срока службы. Двигатели HDI и EHDI в системе очистки выхлопных газов располагают так называемым мокрым фильтром твердых частиц системой подачи жидкости, требующий периодического пополнения. Данный фильтр – наименее проблематичный и самый дешевый в случае замены. Кроме того, предлагалась версия с Blue HDI, использующая катализатор селективного типа, задача которого – снижать только содержание оксидов азота. Для его функционирования необходимо использование жидкости AdBlue. До 2015 года использовались не слишком надежные пьезоэлектрические форсунки VDO. Если отказала одна, то вскоре сдавались и другие. Исключение составляет EHDI до 2013 года и 93-сильная версия. Оба комплектовались более надежными электромагнитными форсунками Bosch, которые к тому же поддаются ремонту. Среди характерных проблем можно выделить выход из строя системы EGR, а в автомобилях без AdBlue – загрязнение сажевого фильтра DPF. В 2.0 HDI на 16 клапанов иногда растягивается цепь, соединяющая распределительные валы. Жаль, что базовые версии Citroen C4 с 1.4 и 1.6 литра имеют лишь 5-ступенчатую механическую коробку. Опционально для 1.6 VTI можно было заказать 4-скоростной автомат, но он получил нелестные отзывы из-за излишней медлительности и потенциальных проблем с активатором. Двигатель THP сочетался в том числе и с автоматизированной коробкой передач с двойным сцеплением EGS-6. Подвести может её электронная часть. Со временем неизбежна замена изношенного сцепления и двухмассового маховика. Более слабая версия 1.2 литра комплектовалась 5-ступенчатой механикой, а более сильная 6-ступенчатой. Кроме того, последняя в качестве альтернативы получила отличный 6-скоростной автомат Aisin. Причиной стука спереди нередко становились амортизаторы. Производитель модернизировал их несколько раз. Но если стук доносится справа, то вероятно он исходит от ослабевшего крепления кронштейна насоса-усилителя рулевого управления. Здесь используется электрогидравлический усилитель. Усилитель может вызвать сравнительно высокие затраты. Причиной является один из шлангов, который засоряется. Это вызывает увеличение давления в системе сервоуправления, что приводит к утечкам гидравлической жидкости. Ну а если вы являетесь владельцем C4, то пожалуйста опишите проблемы, с которыми вам пришлось столкнуться за время эксплуатации авто. Возможно именно ваш отзыв поможет зрителям при выборе машины. На этом у меня все. Всем большое спасибо за внимание. Буду вам очень благодарен, если подпишетесь на канал. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова